В Париже вы перевели на все языки рассказы, повести парижского, европейского периода. Он очень известный европейский писатель, хороший писатель. Читайте, он писал как раз для молодежи, он тогда был молодым и писал для молодежи. Я считаю, что надо делать то, что он может быть. Я подаю пример некоторого такого политического... А ходите вперед, помешайте. Повышите, помешайте, помешайте. Дайте, братья, дайте, дайте, дайте. А у нас это расстояние принципиальное. Я хотел бы сказать, что если я один, то все остается подпись. Ребят, ну полегче. Выходите, пожалуйста. А мы не собираемся здесь свергать власть. Мы даем пример активного сопротивления нелепому какому-то воничьему распоряжению Лужкова, которое было подписано там 13 лет тому назад, оно до сих пор уважается. Более того, практикой во всей стране стало вот это вот абсолютно непотребное требование, чтобы, извините власти, разрешать или не разрешать, санкционировать... Да, знаете, братья, ничего, а почему крема так болезненно вообще относится к вопросу 31 статьи именно? А он баловна относится к всему болезненному, к этому он относится к болезненному уже давно. Корридор делаем, корридор. Корридор. Держи. Свободу собраний всегда и везде! Свободу собраний всегда и везде! Свободу собраний! Не проходим дальше в город, не задерживаемся! Если бы выполнялась Конституция России 31 статья, то всё бы было в порядке! Была бы демократия, был бы мир в стране! Так что виновник всего, что происходит в стране, сам Путин! Который нарушает Конституцию! Россия! Всё! Остальное! Ничто! Россия! Всё! Остальное! Ничто! Ничто! Власть скоро поменяется, и вы будете сидеть вместе с этой властью на Путин! Так что надо выполнять законы, а не ходилки своих воров и журников! Продолжение следует...